За труды и отечество в художественном музее впервые представлена коллекция наград России, истории дореволюционной и современной. Это ордена во всей их полноте и разнообразии и предметы, связанные с национальной наградной системой. Настоящие шедевры ювелирного искусства. Музеи Кремля впервые показывают такой обширный выставочный проект за пределами столицы. Многие предметы экспонируются впервые, а некоторые даже были отреставрированы специально к этой выставке. Как, к примеру, икона пророчицы Анны Благовещенского собора Московского Кремля. О реставрации драгоценной панагии неожиданно обернулось научным открытием. До этого момента никто не знал, где находится орден, которым впервые был награжден Петр I. Тайна раскрылась при подготовке этой выставки. Когда мы стали реставрировать панагию, мы обнаружили, что это орден, которым Петр I был награжден во время своего великого посольства и который мы сейчас привезли сюда. Это первый орден, не шитый, но орден, сделанный из золота и бриллиантов, который получил Петр I как русский государь, и который положил идею о создании своей орденской системы русской. Каждый экспонат – это не только произведение искусства, но и история, культура и практика награждения. Нам очень приятно, что и коллекция Самарского обоснованного художественного музея представлена, поскольку здесь картины и подвор из нашей коллекции дополняют те экспонаты, которые привезли к нам из Москвы. Бесценные исторические реликвии, представленные на выставке музеев Московского Кремля в Самаре, будут открыты широкому кругу зрителей до середины ноября. Марина Матвеевшна, Сергей Баскин, События.